Что вы знаете о линейке видеокарт Nvidia GT? Самый днищенский и бомж-варианты для офисных машинок. Выводилка изображения, так сказать. Самой мощной картой из линейки GT является 1030, самой новой является 1010. В этом видосе я окунусь до уровня GT 1030. Посмотрим, на что способна, так сказать, лучшая из худших. И чтобы видео было бы интересней, у GT 1030 будет соперник. Пожилой, конечно, но классом повыше. Вы на канале Бабенч, погружаемся на дно. 1030 появилась на свет в мае 2017 года. Практически год после выпуска первой карты 10 серии. Чип используется GP108 на 384 CUDA ядер. Техпроцесс 14 нм Samsung. И если вы не знали, то ранние, самые первые, топовые и средние карты на архитектуре Pascal выпускались на 16 нм TSMC, а уже поздние карты нижнего сегмента штамбовали на 14 нм Samsung. 1030 существует в двух вариациях памяти. С 2 гигами GDDR5, как у меня на тестах, и тоже с 2 гигами, но только DDR4. И версия с DDR4 была выпущена позже полноценной версии на GDDR5. И мало того, что у этой карты и так шина 64 бит, так с памятью DDR4 пропускная способность этой памяти падает почти в 3 раза, и её и вправду можно назвать GT 1020. В играх, где не хватает видеопамяти, FPS может просесть в 2 раза. В руки ко мне попала карточка в исполнении MSI Low Profile OC. Карта маленькая, занимает один слот расширения. Вентилятор тихий, и такого маленького радиатора хватает для удержания адекватных температур. TDP у карты всего лишь 30 Вт. Этой карте уже 7 лет, и до попадания в мои руки термопаста менялась... никогда. И я решил это исправить. И забегая вперёд, могу сказать, что толку от этого было мало. До замены термопасты было 72 градуса в уфурмарке, а после замены так и осталось 72. С. Стабильность. Такую карту можно поставить в офис, и проработает она как минимум 20 лет без перегрева. Главное, чтобы вентилятор крутился. Хотя, есть версии 1030 с пассивным охладом, но там и радиатор побольше, чем у данного исполнения. Кто вообще покупал GT 1030 7 лет назад? И для чего? Первая категория это, конечно же, для офисных задач. Просто выводил к изображения. А второй тип куда интересней. Это те люди, которые всё ещё пользовались компами Air 775 сокета и сидели прям на днищенских видюхах из 4-7 года и хотели познакомиться с играми начала десятых годов. И в те годы был выбор. Либо взять бу среднюю карту из 2012 года, либо новую GT 1030. Поэтому встречайте сегодняшнего конкурента. 12-летний среднячок GTX 660. Чип используется GK106 на 960 CUDA ядер. Техпроцесс 28 нм TSMC. А вот ситуация с видеопамятью неоднозначная. Помните, был небольшой скандал, когда оказалось, что у 970 только 3,5 гигабайта работают на полноценной скорости. А остальные полгигабайта работают в 7 раз медленней. Так вот, за 2 года до выпуска 970 NVIDIA сделала похожую херню только с 660 Ti и обычной 660. Сейчас будет немного затянуто и душно, но возможно узнаете что-то нового. Полноценный чип GK104, который ставился на 670, имеет 4 контроллера памяти, каждый из которых имеет ширину 64 бит, что дает всему GPU общую ширину шины памяти 256 бит и потенциал подключить 8 модулей памяти, так как один модуль памяти обычно использует 32 линии контроллера, то есть два модуля памяти на один контроллер. Контроллеры памяти связаны с ROP-блоками и L2 кэшем, причем каждый контроллер является частью раздела ROP, содержащего 8 ROP и 128 килобайт L2 кэша. Отключение любого из этих элементов означает удаление целого раздела ROP, что и сделала Nvidia у 660 Ti. Обычный 660 использует чип GK106, где данный раздел ROP физически отсутствует с дополнительным урезанием CUDA ядер, так что хоть чипы у обычной 660 и Ti версии разные, подсистема памяти одна и та же у обеих карт. Nvidia хотела любой ценой оставить те же самые 2 гига видеопамяти по 8 чипов, каждые по 256 мегабайт. Что же по итогу Nvidia такого сделала, чтобы разместить 8 модулей памяти по трем контроллерам? Память GDDR5 имеет режим под названием Clamshell Mode. Это когда два чипа памяти делят один 32-битный сегмент контроллера, эффективно уменьшая ширину до 16 бит на каждый модуль памяти, что позволяет подключить 4 чипа памяти к одному контроллеру вместо двух. В этом режиме модули памяти сгруппированы в пары. В каждой паре оба модуля имеют общие дорожки для сигналов, но отдельные 16 дорожек подданные на каждый чип. Получается эдакий бутерброд. Чипы памяти распаяны друг над другом. Также память может быть просто распаяна на обратной стороне. Есть карты, где вся память работает в режиме Clamshell. Но из-за того, что операции памяти равномерно чередуются по всему объему, пропускная способность и производительность не падает. Но что же происходит с 660? Почему 1,4 памяти работает медленней? На диаграмме мы видим три контроллера памяти. К двум контроллерам подключено по два чипа. 512 мегабайт на первом и 512 мегабайт на втором. А к третьему контроллеру подключены 4 чипа памяти в режиме Clamshell общим объемом в гигабайт. Поскольку третий контроллер работает с объемом памяти больше, чем остальные, у первого и второго контроллера нет соответствующего объема памяти для чередования с дополнительной памятью на третьем контроллере. Таким образом, с точки зрения высокоуровневой логики, у нас есть область памяти объемом в полтора гигабайта, которая работает на полной скорости, поскольку она может чередоваться по всем трем контроллерам. Но в сухом остатке остается область памяти объемом в 512 мегабайт, которая обращается только к одному контроллеру памяти, так как на других контроллерах попросту нет этого объема. И, следовательно, она не получает суммарного улучшения пропускной способности от чередования. И это такая же самая цифра, как и у памяти GT1030. Только там работает вся память при такой скорости, а у 660 только четверть. Но этой четверти хватает, чтобы в некоторых сценариях почувствовать удар по производительности. Огромное спасибо хочу выразить автору статей про устройство памяти на 970 и 660 Ti с сайта Anantek Райану Смиту, что ответил на мои электронные письма и понятным языком проконсультировал меня в данном вопросе. Без его помощи я бы точно не разобрался. Можете ознакомиться с нашей перепиской, а также прочитать его оригинальные статьи по ссылкам в описании. На тестах у меня 660 в довольно жирном исполнении Asus Direct CU2 на целых три тепловых трубки и два вентилятора. Карта добротная, довольно тихая и холодная. В фурмарке температура максимум до 66 градусов поднимается. По весу она, кстати, даже тяжелее современной 4060. Имея понятие, что из себя представляют эти карты, можно переходить к тестам. Тестировал на процессоре i5-12400F с 64 гигабайтами оперативы на частоте 3200 МГц CL16. Мне, как для монтажера, такой объем уже кажется нормой. Игры запускались либо с 7.2 SSD Samsung 980 Pro либо SATA SSD Gigabyte. Система Windows 11. 10.30 тестировал на новейших драйверах. На момент записи видео это была версия 5.5.1.86. А вот поддержка 660 закончилась в 2021 году, но по сегодняшний день выходят специальные версии с исправлениями безопасности. В данных тестах использовал версию 474.82. Геймплей записывал через плату захвата. Самую дешевую USB с ужасным качеством видео, лагами и артефактами. Первый Crysis. Full HD разрешение. Четырехкратное сглаживание. Высокие настройки графики. Сходу наблюдаем преимущество 660. Crysis выжимает все соки из наших подопытных. Обе карты упираются в свои лимиты. 120 и 30 ватт соответственно. GTA 4. Full HD. Высокие настройки. 660 показывает себя примерно на 35% лучше, чем 10.30. Фризы и статтеры более выражены на 10.30. Что доказывает показатели 1.0.1%. Многие могли бы сейчас подумать, что можно было бы просто установить DXVK для поднятия FPS. Но, как показали тесты в моем предыдущем видео, когда упор в процессор, тогда DXVK поднимает FPS. Особенно в GTA 4. Но вот когда ситуация с упором в видеокарту, FPS наоборот проседает. 10.30 выдает меньше FPS с DXVK, чем на родном DirectX. Какая ситуация с 660? Да все очень просто. Игра не запускается с DXVK. Оригинальная вторая мафия. Full HD. Высокие настройки. 10.30 и в силах удержать FPS на отметке в 60. Что не скажешь у 660, которая спокойно выдает более 70 кадров. Внимательней присмотрясь к графику фреймтайма, я заметил, что пик больше на 660. У 10.30 график ровнее. Хотя по показателям 0.1 и 1% так не скажешь. Portal 2. Full HD. Ультра настройки. Здесь 660 способна обеспечить аж 120 FPS. Благо карточка поддерживает мониторы с высокой герцовкой вплоть до 200 герц при Full HD разрешении. Но надо еще найти игру, которая пойдет в 200 FPS на 660. Томбрайдер. Full HD. Средние настройки. Немного лоханулся при выборе пресета и поставил средние. 660 смело потащить игру и на высоких настройках. Что я бы не сказал о 10.30. Думаю FPS на высоких точно бы просел ниже 60. Но на средних настройках можно спокойно пройти игру на обеих картах. Bioshock Infinite. Full HD. Высокосредние настройки. Ну да, практически двухкратная разница. Маленькая PSP и сам по себе более низкопроизводительный чип у 10.30 дает о себе знать. Hitman. Full HD. Низкие настройки. И тут начинается тенденция уменьшения разрыва между картами. Бенчмарк Hitman довольно странный. При каждой смене кадра происходит фриз. А с 10.30 вообще случился фриз на несколько секунд. В целом на обеих картах довольно играбельно. Shadow of the Tomb Raider. Full HD. Низкие настройки. Режим 11 DirectX. 660 начинает конкретно сдавать позиции. Старая архитектура и несбалансированная память дает о себе знать. Игра жрет практически все 2 гига видеопамяти. Так что 512 мегабайт медленной памяти могут нести свой вклад в производительность. Притом Tomb Raider довольно чувствительна к нехватке видеопамяти или ее медленной скорости. Detroit Become Human. 720p. Низкие настройки. На сегодняшних тестах это первая игра, где 10.30 показывает преимущества как по среднему фпсу, так и по ровности графика фреймтайма. Detroit – это игра, которая еще сильнее зависима от видеопамяти. Игра не особо хорошо воспринимает нестандартную систему памяти на 660 и использует только 1.5 ГБ видеопамяти. И недостающие данные загружает в оперативную память, что выглядит не таким уж и плохим решением, так как моя DDR4 работает на практически такой же самой скорости, как и GDDR5 на 64-битной шине. И еще хочу подметить, что футаж с тестом на 10.30 лагает из-за платы захвата. В реальность игрой все нормально. Cyberpunk 2077, 720p, низкие настройки. Ситуация, конечно, плачевна на той и на той карте. Но вот 660-я может в среднем выдавать 30 фпс, не без просадок конечно. И у вас наверно скорее всего сейчас вопрос. Почему не используешь FSR? Да все очень просто. Подавляющее большинство игр используют версию FSR 2.0 и выше. А прикол в том, что 660-я со второй версии FSR работает примерно вот так. Да, черный прямоугольник Амуде. Для примера вот Horizon Zero Dawn с FSR 1.0. Карта выдает нормальную картинку. BIM NG Drive. В Full HD самые низкие настройки. BIM-ка изначально вышла в 2013 году. Но с тех времен вышла куча обновлений, которые увеличили требования от видеокарты. Так что BIM-ку тестирую после всех игр. На версии 0.31, что на 660-й, что на 10.30, можно играть при практически 60 фпс. Вот вам и доказательства, что у BIM-ки щадящие минималки. CS2. Full HD, низкие настройки. Еще одна постоянно обновляющаяся игра. Здесь 660-я будет выбором получше. И средний фпс выше, и странных статоров нет. Думаю, что в загруженных сценах при взрывах и возле смоков разница между картами будет еще больше. Еще что я не прокомментировал, это то, что некоторые игры отказывались запускаться на 660-й. Одна игра может вылетать с ошибкой, а другая просто закрываться сразу же после запуска. Что интересно, если поставить драйвера чуть постарее, например 472.12, то с этими драйверами Человек-паук запустился. Так что… Spider-Man Remastered 720p, очень низкие настройки. И там и там все плохо. Я еще пробовал на 1030 с FSR на макс производительность, но разницы особо нет. Atomic Hard, Full HD, низкие настройки. FSR ультра производительность. На 660-й Atomic у меня отказался запускаться. Хотя есть видосы на ютубе, где на 660-й работает Atomic. В общем, сейчас это не главное. На таких настройках на 1030 вполне реально пройти игру. И конечно еще не надо забывать, что большая часть игры проходит в закрытых комплексах, где FPS может подняться в два раза. Хоть в старых играх 660-я выглядит более разумным вариантом. В новых играх либо обе карты выглядят как бесполезные куски текстолита, либо 1030 показывает преимущество из-за работоспособности с FSR 2.0 и банально запускает новые игры. Так что… если нужна выводилка изображения на века, это к 1030. Хочется поностальгировать и вернуться в 2012 год. 660-я хороший вариант. Как видно по тестам, в те годы мощности карты было достаточно. И нет, это не значит, что я советую брать ее на постоянку. Я ни то и ни то не советую брать. Но вот след в истории 660-я оставила, конечно, поважнее, чем обрубок 1030. Когда я начинал делать этот видик, я и представить не мог, что на него уйдет настолько много времени. Жду обратную связь в комментариях. Лайком, кстати, можно поддержать этот видик. Вы смотрели канал Бабенч. Надеюсь, вновь услышимся не через 2 месяца, а чуть побыстрее. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова